Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Олег Соловкин. В эфире проект Интервью дня и, конечно, следующие 20 минут мы тоже посвятим Дню независимости Украины. Сегодня наша страна отмечает, можно сказать, свое 26-летие и я вас всех с этим сердечно поздравляю. Думаю, что найдутся теплые слова по этому случаю и у профессора кафедры истории Украины Ану имени Мечникова Тараса Гончарука. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Тарас Григорьевич. Спасибо, что нашли для нас время в этот день. С праздником вас! По-прежнему молодой остается Украина, ей всего 26. Вот по-вашему, как возраст влияет на независимость и в чем эта независимость, собственно должна проявляться. Ну, стоит сказать, что 26 лет – это не так уже и мало. Минулий рік – это 25 лет, это первый ювелей. Кажут, первые и справедливые ювелей – это четверть столетия, 25, потом 50, потом 75, потом 100. И если это не относится не люди, а относится какого-то установки, место, государства, то это вот именно эти знаковые ювелеи. Стоит сказать, что много стран, мы знаем, новых независимых в первой половине 20-го столетия не пережили цей ювелей. Польша – с 18 по 39, так? И это очень знаково. Чехословаччина, другие страны. То есть, на самом деле, этот период, он с точки зрения истории, на самом деле, это важный рубеж. И Украина уже, на самом деле, в очень сложных условиях, прожила эти 26 лет независимости. И, конечно, тут, можно сказать, 26, не 26. Сфера в том, что некоторые страны, возможно, правильные, мне кажется, так делают в Грузии, означают не День независимости, а День відроджения независимости. Потому что так же, как и Грузия в 18-м году, это 22 сентября за новым стателем 18-го года, Украина уже проголожила свою независимость. Между прочим, Грузия, Польша и Чехия проголосила тогда позже свою независимость. И сейчас, то есть, фактически, это чертовая дата независимости. Украина была независимостью. Она потом встречала независимость неодноразово. Ну, и сейчас, последний период, это снова-таки в сложных условиях. Украина снова стала независимостью. И будем сподеваться, что это на долго. На завжди, даже не на долго, а именно на завжди. Если пробежаться быстро по истории, нам ведь, на самом деле, не 26 лет, гораздо больше. Вот сколько, на самом деле, и с чего все началось? Ну, если мы беремо схему истории Украины, именно схему не истории народа, потому что сколько лет украинскому народу мы не можем даже знать. Потому что эта самая мова, которая была записана сутнонародно, сколько столетий, тысячелетий люди сохраняли эту мову, сколько они сохраняли эту культуру, эти самые филологические памятки точно сказать не могут. Но это тысячелетняя история нашего украинского народа. А история государственности, вважается, начинается с тех государств, которые еще передавали историю давней той самой Киевской, так званой Киевской Руси. Это вот государство Русь с центром у Киеве. Мы пригадуем своего времени. Той самый Олег пришел из Балтийского моря, из Новгорода, пришел и сказал, что Киев – это мать и мест Рустих. В России очень любят эти слова, и они делают выглядеть, что они не понимают, что происходит. Просто Нестор Литописец, как человек достаточно культурный и освященный, которая, конечно, владела вольно, фактически читала грецкая, латинная и так далее, он просто прикладывал слово «метрополия». Это означает «материнское місто», «материнский полис». То есть вот тогда Киевская Русь, на самом деле Русь, столицею Киева, это была Украинская держава, а еще даже передавали Киевское князьевство, то есть Аскольд и другие князи. Потом это схема украинской истории, Галицкая-Волинская держава, которая была спадкоемницей истории Киевской Руси, потому что Киев належал до этой страны. Это Роман Стиславович, потом Даниил Арманович Галицкий, так, князь. Но это часто произошло в Европе. Иснували держави, а потом народ втрачал свою державность. Посмотрите, вся Схитная Европа – и поляки, и чехи, и угорцы, и словаки, и хорвати, и серби, и болгари, они все на много столетий втрачали свою державность. Так случилось и с Украиной в 1340-м году, через 100 лет после разрушения Киева, а потом закончилась династія Галицько-Волинской державы. Через 9 лет величина была загарблена поляками, и от этого начинается бездержавный период. Когда Украина под Польшей, Литвой, под Молдавским князьмством, под Кримским ханством, позднее Османскую империю, аж до периода Казаччини, когда в очень цикавой форме, недарема поревняют иногда и Майдан с Запорожской и Сичью, чтобы снизу поштовь внизу, фактически так, как в многих державах уже буржуазных, з'является это не виявление, не лише військовое, но и экономическое. Казахство – это вольные люди, которые были с вольной экономической деятельностью, вольное владение оружием, между ними было. А потом выдерживается державность 1648-го года, Богдан Хмельницкий. И эта державность продолжается, то есть ее элементы, сначала как абсолютно независимая держава, де-факто, хотя формально он там мав какой-то дах, но реально был абсолютно независимым гетманом. Потом это залишается автономия, и залишки цієї автономии уже знищаются за часы Катерины II, когда руйнуется и автономия Слобожанщины, это 1765-й рік, и автономия Гетманщины, Гетманстан, Крилл Разумовский пішов, и Запорожский сич в 1775-м году. И все. Начинается новый бездержавный период. Не такой же он был долго, потому что так же и Польша в этот раз встречает свою державность, и аж до конца Первой святой войны не было независимо Польши. Польша была распределена. Далее, Первая святая война приводит к падению империи, то, когда начали падение империи, эти четыре империи в наследок цієї войны были формально ликвидированы, то и украинцы. Сначала это березень 17-го року. Украинская революция. Не лише вона была в Российской империи. Будь-яка демократизация в империи, чудово розумеют, напевно, зараз керевники російської держави, вона приводит и до национальной демократизации. Поднимаются народы. Тому свободу слову в империи бути неможливо. Або будет свободу национального слова. Поднимаются эти народы и створюется Украинская Центральная Рада, Украинская Народная Республика. Тобто, с березня 17-го року знов в Украине держава. 9 сичня за старым стримом, 22-го за новым. 18-го року, наступный рік мы будем назначать 100-летие четвертого универсалу проголошения независимости Украины. Возвращаясь к современной Украине, я благодарю вас за этот рассказ подробный. И, собственно, к сегодняшнему празднику. Ощущаете ли вы независимость нашей страны? Ну, ясно, знаете, часто говорят так, что абсолютно независимым быть неможливо. Но есть разница, так сказать, трудной свободой быть не может. Но есть разница между миллионером, который подъезжает по всему миру, и увязанным, который сидит в издании. Есть разница. Поэтому формальная независимость, конечно, очень важная. Но и часто так трапляется, что потом эту независимость нужно выборить. Я вспомнил, в 2017-2021 годы, тогда в очень жахливых условиях, без реальности поддержки Захода, что, до речи, Европа была, конечно, в этом, что она кинула, фактически, Украину на призволящее, что она, сначала белых гвардейцам, потом, де-факто, уже и большевикам. И через что были, все последние последствия, и Холодная война, и все это иное. Потому что Украина, очень большие ресурсы отримала тогда ардянская и большевистская Россия, за счет этого. Это свидетельство того, что за свободу нужно бороться, за независимость нужно бороться, тем более в наших таких сложных геополитических условиях. Насправді, становище Украины геополитичное, все чудово розумеют, надзвичайно складное для самих украинцев. Украинские земли достатньо привабливые, а украинский народ теж чудовий ресурс. Поэтому за такие ресурсы нужно независимой державе, конечно, бороться. Вот о какой независимости можно говорить, когда множество людей в стране не видят в ней перспективы и не связывают своего будущего с Украиной, задается вопросом социолог Евгений Копацко. Ответите ему что-то? Звичайная справа в том, что это, по-перше, тут у нас есть и объективная причина, конечно. Практичная война. Практичная война, можно сказать, что, как на мою думку, она не прекратилась с первого року независимости, она просто проходила иншими методами. Это война против Украины. То есть мы продолжаем бороться? Да, мы, конечно, продолжаем бороться и на экономических, и на пропагандистских фронтах, и уже и на військовом фронте. Просто эта война, которая реально была против Украины, она уже в последние годы стала абсолютно відвертою. В таких умовах, конечно, не может быть идеального життя. Кроме того, чимало стран пережили, и эммиграцию страшную, через это в Италии не сказали, когда они отъезжали в Ирландии, что теперь нет этого в Италии, это не люди, это не государство. Нет, пробачьте, бывали складные умовы, траплялись эммиграции, ничего хорошего в этом нет, но это, пробачьте, не смертельно. Что позитив, что люди в нас могут это говорить? Насправді, когда люди, как в Певничной Кореи, всем задоволенны, это свидетельство того, что все надзвичайно погано. Если люди в нас трехище критикуют государство, трехище невдоволенны, первое, запитайте громадян многих стран и Франции и так далее, мы тоже скажем, что они сильно невдоволенны сейчас Францию. Поэтому ничего катастрофичного в таких настроях я просто не вижу. У нас есть свободы слова, люди не ее используются. У нас более-менее демократичная все-таки страна. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому. После патриотического подъема в 2014 году День независимости стал одним из главных праздников в Украине. А вот гордятся ли жители страны тем, что они украинцы сегодня, и считают ли страну по-настоящему независимой по-вашему? Ну, конечно, абсолютно независимой не может быть. Всех они той или иной мировой независимой. Единственное, чтобы вся независимость не была тотальной. Как вы видите, у нас вот эти тверки, в часах все было попереднего президента, когда, на самом деле, тотальная независимость была от певничного соседа нашего у всех сфер життя, в багатьях сфер життя. Экономика была под Кавпаком и все и тому подобное. Чтобы она не была тотальной, а взаимовыгодные звезды с святом, звичайно, нужно продолжить. Тобто, ничего не поддерживать. Без цього краины не живут изольованы. Є деякие изольованные краины, но ничего доброго у всех нема. Взаимозалежность має бути. А с приводу патриотичных піднесений, насправді, воно все иде хвилями. У нас, у нашего народа, на жаль, короткая память истеричная. Часто держава не поддерживает историческую память. Вона делает все возможное, чтобы люди забыли. Вчера открылась виставка «Спилки художников» в чудовую виставку. Это «Спилка Одесская». Каждый год делает такую виставку до Дня независимости. Там сказали, что украина наконец-то народилась. После Майдана народилась украина. Пригадайте за своё поколение. В 1991-м году она наконец-то народилась. В 2004-м году она наконец-то народилась. Почему же так сложно? Это независимость на этой стране. Так же, как в часах Хмельницкого сказали, что это новая казацкая нация. Это не новая. Это просто черговое отроджение. В чём, мне здаётся, проблема украинцев, еще я бы создавал визвольную войну. Її називают буржуазную революцию. Насправді, чимало змін. Крепатство было внесено. Но она была не завершена. Почалась фактичная реакция и риф и відновление старых феодальных институтов. Мне здаётся, проблема украины это незавершенность ее революции. У нас така, скажите так, совсем простойная страна штучно перерванных революций. У нас в 1848 году Богдан Хмельницкий поднялся. В Европе была англійськая и голландская буржуазная революция. Украина была фактически передовой. Не сприймали ці нові закони, что народ має формувати державу, а не монарх. Так само, и 17-й не завершена. И мне здаётся, что доси в нас таки та самая Медан, революция, вона залишается не завершена. И вона залишает можливости для реставрации старых порядков. А это очень часто порядки привязаны снова таки с тем самым феодальным фактически примусом, как бы его ни називали. Это невильная экономическая деятельность. Какие привязаны с странами, которые так живут постоянно. В хабарничестве, в злочинстве, где люди при владе. И мы знаем чудово, где они на певнице и на схид от нас перебывают. И реставрация этих порядков может быть привязана в том числе с загрозой втраты независимости. В то же время у независимого государства совсем недавно аннексировали часть территории. Как вы считаете, это произошло, потому что есть еще более независимое государство или это наша страна такие ошибки допускает? Я думаю, что тут не нужно так говорить, что это не первинок страны, хотя, конечно, у нас ввелася целая спрямовная. Просто война вошла в активную фазу. Она ввелася постойно. Мы чудово понимаем, что без спецслужб, которые просто окупировали украинскую владу и витримали ее под селковитым контролем сусидней Украины, не наших спецслужб. Такого не могло быть в принципе. Без дозволу захитных стран. Свого часу нам гарантировали не так давно территориальную ценность за то, что отдали третий в свете потенциал ядерный. Может быть, с нашими соседями просто никто не хочет связываться, их бояться? Ну, это тоже, на жаль, звичайное явище для истории. Проблема в том, что когда начинают потурать агрессору, с каждым шматком, который съедает агрессор, он становится сильнее. Свого часу Гитлер, ну, на вершине своєї, так мовити, військової, слави, він казав, що він боявся тоді, коли він маленькими силами вступав в дементалитаризовану рейнську зону. І він боявся тоді, якщо Англія, Франція не пустили би, кінець йому був би, бо не було в нього реальних сил. Вони це приковтнули. А потім була Австрія, Судіти, Чехія, а потім в нечистих танках він наступав на Париж. Тобто з кожним шматком він ставав все сильніший і сильніший. Тобто в тому тієї проблеми, що ті політики, які дають наїстися, як ви кажете, не годувати Мінотавра, звичайно, це закінчується дуже погано. З кожним кроком вже складніше з цим самим агресором мати справу. Ну, думаю, що врешті-решт проблеми є не лише в нас. Ми чудово розуміємо, що досить часто країни починають війну через те, що в них свої проблеми. Подивитися на цю країну, яка в нас забрала Крим, ніби як історичну частину, і подивитися, які там народи живуть, зовсім неславянські і так далі, які проблеми можуть бути з часом в цій країні. А як ви вважаєте, за 26 років незалежності наша країна допустила багато ошибок? Ну, я думаю, що звичайно, чимало помилок. Проблема... Ну, просто я боюся, що досить часто правителі нашої України були діяли не в інтересах цієї країни. Чому вони досить часто, навіть такі деякі дрібні питання, вони робили все можливе, щоб звідси уходили. Потенціал і економічний, і людський, і завдавали особливу втрату української обороноздатності. Оце, напевне, найбільша помилка. Що нам ніхто не загрожує. Пригадати нам це казали ще кілька років тому. Ми нікому не потрібні, ніхто на нас не буде нападати, це все брехня і так далі. Насправді цим присипали нашу увагу народу, а ті, кому потрібно, робили свою справу. Тобто знищували українську армію. Ми сьогодні бачили під час пораду, що все-таки армія в Україні вже є. І це дуже важливо. На жаль, це армія воююча. Але, як свого часу казав Наполеон, якщо армія не воює, вона розкладається. Тобто українська армія, за свідченням західних експертів, незалежних експертів, вона є достатньо боєздатною. Одна з найбільш боєздатних армій світу. Тобто вона їй, на жаль, доводиться воювати. Насправді, обороноздатність – це була найбільше, мені здається, помилка. Серйозна помилка. Але Україна залишається незалежною державою. Суверенною, незалежною, національною державою. Ми не імперія, щоб там не казали. Просто насправді українців достатньо багато. Це достатньо велика нація європейська. Найбільше за територією. А імперії, вони рано чи пізно закінчуються. От ви говорите, обороноздатність – це була помилка. Нам треба було просто віддати цю територію? Ні. Я маю на увазі, що нам потрібно було мати сильну армію. Тоді ніхто б на цю територію не прийшов. Якщо б ми більшу увагу переділяли не розброєнню, а навпаки. Бо, пробачте, в нашій ситуації потрібно було думати про обороноздатність. Потрібно було думати про службу безпеки і інше. Що вони не мали договорі з Росією, що вони не працюють проти Росії. Щоб, насправді, вони готувалися не до минулих війн, які були колесі з блоком НАТО, а до реальних загроз, які сьогодні існують. Тим більше вже були приклади і Абхазії, і Осетії, і Придністров'я. Тобто, як це може бути. Тому, мені здається, саме недостатня увага до безпеки держави. З широкого розуміння. Інформаційна безпека, правова безпека, військово-звичайна безпека. В тому числі пропаганда знань, навчання дітей, щоб вони були патріотами України. Щоб розуміли, що і Крим – це Україна, пробачте. І знали історію своєї держави. І тоді, звичайно, мені здається, це можлива головна помилка. Думаю, зараз має бути виправлення. Дві минути, навіть менше у нас залишається до завершення бесіди. У мене к вам ще багато питань, тому прошу бути більш кратким. Наскільки наша країна суб'єктна во внешній мир, по-вашому? І вважають ли нас независимими в той же Європі? Ну і, звісно, наші ближайші союзники тепер американці? Я на міжнародний експерт, але зараз, здається, нас стало поважати набагато більше. Тим більше, бачите, ми навіть маємо справу з тим, кого вони дуже чомусь бояться. Ті самі деякі західні політики. І сьогоднішній, між іншим, парад, це було чудовий прояв саме того, що нас поважають. Там мені стільки показували оцю техніку, вона і не потрібна. Насправді, багатьох країн це не роблять і не лікають своєю технікою когось. Там показали наших курсантів, наше майбутнє, наших офіцерів майбутнє. І присутність там і міністрів оборони багатьох країн НАТО. Пригадуйте, нещодавно, 9 травня, в Москві був лише один додом з Молдови. От вам різниця Україна і Росія. Тобто ми певною мірою, Росію, її ж називається зброю, починаємо пропагандистською бити. Каже, нас підтримують цивілізовані країни світу. Так. Як ви бачите Україну, скажімо так, через 5-10 і наскільки високо оцінюєте її перспективи? Ну, це залежить від дуже багатьох факторів. Звичайна проблема в тому, що, мені здається, що, по-перше, на боці України правда. На боці Україна правда і історична, і кордони наші так мали бути захищені. І у кордон, і об'єктивно, з України колосальні перспективи. Наш, насправді, і головна перспектива будь-якої країни – це народ. В нас, насправді, надзвичайно працювитий, достатньо і вихований, і достатньо інтелектуально розвинутий народ. Тобто, ця країна може дати не просто працівників, а високоякісних, кваліфіційованих працівників. Головна проблема влади – що влада цьому не заважала. Чому зараз люди видіжають за кордон, саме Польща та інші, досить часто кажуть, що ми не можемо тут відкрити підприємство, бо тут за те треба дати величезний хабар. Тобто, що влада цьому не заважала, цьому сприяла, і тоді у України можуть бути колосальні перспективи. Бо ресурси в неї для цього є. Саме тому і сюди і лізуть агресори, бо знають, що ресурси в Україну достатньо великі. Що пожелаєте всім українцям в цей день, ну і, звісно, самої країни? Ну, звичайно, що країна – це і в першу чергу люди. Я, звичайно, бажаю, щоб переможно закінчилася в нас війна, щоб країна відновила свою територіальну цілісність найменшими втратами, щоб вона була такою, якою вона заслуговує. Багатою, потужною, відомою, славетною. І щоб все було підмирним небом. Я до вас приєднуюсь. Дякую за цю бесіду. З вами дуже цікаво. Професор кафедри історії України, он у імені Мечникова Тарас Гончарук сьогодні був гостом нашої студії. Ви дивились інтерв'ю дня. До зустрічі. Дякую. Дякую.